Всем привет! Вы на канале Честный Аукцион. Сегодня будет альбом-банкнот. Будет несколько очень интересный банкнот. Большинство банкнот в состоянии XF, UNC. А на розыгрыш у нас Креция 100 Драхм, 1967 год. Как обычно в чате премьеры пишем одно двузначное число. Кто угадает, каким числом заканчивается номер этой банкноты, тот и получит ее в подарок. Вместе с приведенными лотами на аукционе в течение месяца. Не забываем подписываться на канал, кто еще не подписался. Жмем колокольчик, ставим лайки, рекомендуем друзьям. Чем больше людей подпишутся на канал, тем интереснее банкнот и будут на розыгрыше. И сразу вау! Ну, хотелось бы сказать. Но, к сожалению, это официальная копия. Здесь даже написано, вот, репродуксион авторизада. Очень качественная, я вам скажу. Смотрите, как красиво прорисовано все четко. То есть, по фотографии от оригинала не отличишь. Но единственное, конечно, что нету водяных знаков. И на ощупь она не такая, как обычные, такие вот частные выпуски, но и не совсем такая, как оригинал. То есть, оригинал можно отличить по ощупь тоже очень так четко. Вот такие банкноты, обычные официальные копии, стоят даже, бывает, до 5 долларов. А частные выпуски там 1-2 доллара, плюс-минус. 50 фунтов будет стоить где-то около, наверное, 6 долларов. Состояние UNC где-то около 10-12 долларов. Так, здесь у нас тоже есть интересный бон, например, Нигерия на Найра, стоит где-то 6 долларов. И интересная серия Мада Аскара. Кто заметил, на заднем плане там очень интересные номиналы. Смотрите, здесь у нас 500-ка, а дальше 1500 и 10000. Вау, вот это да, 10000 франков в Мадакаскар. Это где-то 1988 год, если я не ошибаюсь. В UNC стоит около 100 долларов. 5000 будет стоить около, наверное, 50 долларов в UNC. Но здесь, к сожалению, не XF. Ну и 1000 где-то долларов 15, наверное, будет стоить. Как так. Ну, очень красивая серия, и Аверс, и Реверс нарисованы красиво, и цвета подобраны. Отлично. Дальше, Танзания 500 шиллингов. Если вы смотрели топ самых красиво нарисованный банкнот с животными, то там была эта банкнота, стоимостью 2-3 доллара в UNC. Дальше, Танзания 20 шиллингов стоит где-то. Это поинтереснее, подороже будет. Долларов 15 даже в состоянии XF. Здесь есть перегиб, вот по центру. Так, здесь у нас Кения 10 шиллинг, 1989 код. Стоит где-то по 3-4 доллара за штучку. А двадцатка где-то, ну, 4-6 долларов. Сотка. Сотка бы стоила, наверное, 15 долларов, но, к сожалению, она с перегибом. Поэтому тоже где-то около 6, наверное, долларов. 6-7 долларов. Ну, это где-то сотка 2009 год, около 2-3 долларов. Дальше у нас Иран идет. Здесь у нас Ювертания. А здесь у нас, вау! Вот это да! Кто помнит, такая банкнота в декабре была продана за 3200 гривен. Это 100 евро. Кувейт 1 динар. Ну, правда, состояние там было XF About Encirculate. Ну, это, я думаю, долларов 50 потянет. В принципе, у меня сама банкнота очень красивая. Даже так и цвета хорошо подобраны. Дизайн. Красивая банкнота. Так, дальше у нас Катар. Кстати, тоже очень даже так неплохо. Неплохая серия. Ну, 5 реалов будет стоить где-то, может, 2-3 доллара. На реверсе у нас там животные идут. Правда, интересно как-то. Разные животные почему-то на одной банкноте. Птицы тоже разные. Ну, как-то так. Обычно, ну, даже если по 2 особи, то одна и того же, одно и того же животного. Тут разные прям все, все птицы. Ну, интересно, короче. Дальше. Дальше у нас... Вот это, кстати, тоже классная банкнота. Саудовская Аравия. Этот выпуск очень дорогой. Этого выпуска даже, видел, продают копии. Несмотря на то, что она вот продырявлена, видите, от степлера. Думаю, тоже делать доллара 10 будет стоить в таком состоянии с перегибом. Вот и Сирия. Тоже красивая серия. И, кстати, недорогие. Дешевая сердито. Где-то по 2-3 доллара будет стоить. Дальше Турция у нас идет. Вот эта Турция, кстати, имеет разновидности. 10 тысяч лир. Если заметили, кто видел, этот цветок имеет синий цвет. Еще есть такая же банкнота, только с зеленым. Она все сливается от этот зеленый цвет. И синяя стоит дороже, чем зеленая. Кстати, у нас на аукционе в последнее время не видал синим цветком. С зеленым цветком стоит где-то доллара 3, наверное. Плюс-минус. А синий, думаю, в раза 2 дороже. Может даже все 6 долларов. Ну, посмотрим, за сколько реально будет продано. Здесь их несколько штук. Разложил 1, 2 и 3 штучки. Так, дальше Турция. Вот эта интересная серия тоже. Красивая и чуть подороже, чем остальные банкноты Турции. Например, полтинник будет стоить где-то 2-3 доллара. Сотки где-то 4, наверное. 6. А вот пятисотки и пятисотка и тысячка. Последний раз была продана по 15 долларов за штуку в UNC. Так, здесь у нас Austrian Lagergeld. 10 геллеров. В принципе, также стоят они где-то в районе 5-10. От 5 до 10 долларов за штучку. Тоже есть разные. Красивая Турция. Дальше у нас Европа пошла. Исландия. 500 крон. Тысячу. 2001 год. В таком состоянии где-то долларов 15 будет стоить. Франция. 20. 20 франков. 95 год. Где-то 10 долларов. 15 тоже. Хотя Исландия может даже и все 20. И Испания. Долларов 6, наверное. 150. 150, 65 год. С перегибом. Так, здесь у нас Португалия. Ну, недорогие. Там где-то около 5 долларов за штучку. В таком состоянии. А здесь у нас... Вау! Греция. Сейчас покажу поближе. Одна Драхма 1885 год. Без надрывов. Без проколов. Да, состояние, конечно, не самое лучшее. Но согласитесь, Боня почти 150 лет. Такая мелкая. До наших дней дойти в таком состоянии. Это еще тоже нужно. Ну, честно говоря, не нашел продаж. Не на eBay даже. Не знаю. Будет интересно, сколько она стоит. Ну, несколько сотен гривен должна стоить. Может, каких-то 20-30 долларов даже. Посмотрим, посмотрим. Так, здесь у нас Хорватия серия идет. 50, 20 и 10 куна. Ну, по курсу 10 куна это примерно 45 гривен. Ну, по факту, может, где-то 65 гривен будет стоить. То есть 2,5 доллара. 20 куна у нас будет где-то 150 гривен. И 50 куна где-то 250 гривен. Так, Италия. Кстати, вот эти два экземпляра, пятисотки, полно было уже у меня на продаже. Но все из оборота. Именно от этих два. 50 лир, 1979 год. Но в таком состоянии идеальном еще не было. Ну, где-то долларов 6-7 должны стоить. Здесь у нас такие наборчики идут. Румыния, 1966 год. 5,10, 25 лей. Вау! Украинская держава. Тысяча карбованцев. Класс. Но, к сожалению, с надрывчиком. Да. Водяные знаки. Такие вот. Волны. Стеснение вот это прикольное. Да? Такая печать. Волны такие вот идут. Разные бывают водяные знаки. Бывает еще и серия без водяных знаков. Так что, если вдруг попадется, не думайте, что это какая-то фальшивка. Так. Дальше у нас. Бельгия. Так, значит, давайте определим победителя. Итак. Номер банкноты. 46. Кто первый написал 46, либо ближе всего, тот и получит эту банкноту вместе с покупками, приобретенными на аукционе в течение месяца. Так. Дальше у нас Бельгия. 100 франков. 1982 год. Ну, эта банкнота будет стоить в UNC где-то долларов 10-15 даже. 50 франков. Чуть подешевле. 66 год. И Нидерланды. 10 гульден. 1941 год. А здесь у нас. Вау. Смотрите, какие красивенькие, новенькие. 5 гульден. 1973 год. Может, еще номера подряд? Так. Ну, эти будут стоить. Это по 10 долларов каждое. Минимум. Не, к сожалению, номера не подряд. Вау. 500 чешских крон. 1997 год. Ну, по курсу это где-то 650 гривен. А по факту, я думаю, вся тысяча там где-то 35 долларов. Запросто может 35-40 даже долларов. Так, а вот, смотрите, если вам попадется вот такая банкнота, Zilver Bond 1 Gulden, Нидерланды, 38-й год. Будьте внимательны, потому что есть такая же, только 20-й год. И она стоит в 2-3 раза дороже, чем вот эта. Да. Если это будет стоить где-то 3-4 доллара, то 20-й год там будет стоить уже долларов 15. Класс. Так, Чехия. Здесь тоже у нас интересные боны. 200, 200 и 100. Разные года. Соточка. Еще одна и два полтинника. Кстати, вы заметили, что на первом выпуске A-серия, на втором B. То есть, 96-й, там не какой-то 97-й год. И также на полтинниках 93-й A, 94-й B. Ну, еще и цветок добавили в виде сердца. Так, дальше у нас Чехословакия. Здесь с наклейкой Чехии. 100 крон, 61-й год. Ну, наклейку где-то, наверное, в 92-м наклеили. Такие вот переходные боны были. Ну, где-то, я думаю, по 10 долларов будет стоить каждая из этих. Здесь у нас с марками Словакии. Такие вот в Словакии были. 200 крон словацких. Кстати, в Словакии уже... Словакия перешла на евро. 200 крон по курсу, это примерно 200 гривен. По обменам, когда тогда меняли. Ну, а сейчас, по факту, это, я думаю, все... Может и тысяча также быть. Это 35 долларов. 40. И здесь у нас серия 150 и 20 крон. Ну, 20-ка будет стоить, может, где-то... Там 100 гривен, там 4 доллара, например, да. Полтинник там 200 и сотка где-то 300. Это 10-15 долларов. Так, ну и все. Как вам альбомчик? Скоро все банкноты будут на аукционе с 1 гривен. Поздравляю победителя. Спасибо, что вы с нами. Рекомендую тебе друзьям. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok